Привет-привет, меня зовут Кира, и сегодня у нас обзор книг о детях-беспризорниках. И начнём мы с вами, я думаю, с многим известной книги «Республика Шки». Эта книга рассказывает об школе-интернате имени Достоевского, в которой как раз находятся дети, являющиеся беспризорниками Петрограда. Они попадают в эту школу, они там живут, они там учатся, и, скажем так, растут, развиваются, и с ними происходят различные интересные события. Возможно, вы эту книгу знаете или смотрели одноимённую экранизацию. И мы с вами едем дальше. Следующая книга — Макаренко «Педагогическая поэма». Эта книга, несмотря на то, что уже довольно старенькая, но, тем не менее, она не потеряла своей актуальности, и до сих пор в педагогических вузах её проходит. И это подвиг, педагогический подвиг человека, который воспитал, скажем так, множество детей, которые вот как раз тоже были изначально беспризорниками, у которых могла сложиться судьба совершенно иначе, если бы они не попали в это общество. Здесь, несмотря на то, что книга написана очень давно, до сих пор можно подчеркнуть какие-то педагогические приёмы, до сих пор можно усмотреть что-то актуальное для нашего времени, и эта книга действительно может вас восхитить. При прочтении её вы просто наблюдаете за тем, как дети, находясь в коллективе, вместе развиваются, как они развивают и свои творческие способности, как они учатся, как они перестают быть вот этими беспризорниками, готовыми там украсть, что-то сделать противозаконное, как они становятся одним большим коллективом, которое целое общество образует, где они сельским хозяйством занимаются и работают, и учатся, и вот как раз, как я уже сказала, занимаются творчеством. Всё это в этой книге до сих пор очень интересно, и я вам очень советую. Следующая книга «Гаврош», «Гюго». Я взяла вам с детского абонемента вот такое вот иллюстрированное издание. У нас, конечно же, этих книг больше, можно выбрать на любой вкус. Но вот такое иллюстрированное издание, я думаю, что ребёнку будет прочитать интересно. Данная книга является, как вы знаете, открывками из книги, большой книги, отверженной. И вот когда ребёнок ещё не готов к прочтению всего этого романа, можно предложить ему прочитать вот такие вот отдельные главы, которые уже являются классикой детской литературы. Данная книга рассказывает нам о временах французской революции и о мальчике Гавроша, который как раз участвует во всей этой революции наравне с взрослыми мужчинами. Он лезет на баррикады, он не боится ходить в разведку, он готов на всевозможные подвиги ради благосостояния своего народа. Он борется за права народа и не боится даже каких-то других взрослых людей с оружием и участвует в освободительных движениях Франции даже наравне со взрослыми людьми. Так что если вы ещё не готовы к прочтению «Отверженых», возможно, вам приглянётся именно этот отрывок. Следующая книга для детей, которая рассказывает нам о беспризорниках, это «Приключения Оливера Твиста» Чарльза Диккенса. Здесь у нас мальчик уже в Лондоне, и он сбегает из приюта, в котором было очень голодно, холодно и грустно и одиноко, и он решает пойти пешком в Лондон, чтобы найти там какую-то более приятную жизнь, скажем так. Вот, и тоже иллюстрация в этой книге есть. И там он попадает в не самую приятную компанию, потому что там как раз находятся дети-беспризорники, которые занимаются тем, что на улицах города просто воруют различные вещи и деньги у граждан. И всем этим заведует тоже не самый приятный человек, который, собственно говоря, и заставляет их этим заниматься. И вот Оливер Твист, весь такой чистый, невинный, прекрасный, милый мальчик, попадает в эту компанию грязных оборванцев, которые вот зарабатывают себе на жизнь, да, у них нет другого выхода, как вот только подчиниться этому человеку и воровать для него. И, собственно говоря, что дальше, как дальше развивалась его судьба, вы можете узнать из этого довольно увесистого томика. И последняя книжка, про которую я вам расскажу, «Покорители крыш» Кэтрин Аренделл. Она совсем новенькая, прямо из новиночек, из серии «Сумка чудес». Очень много есть книг из этой серии, они все замечательные. И если вы ещё с этой серией не знакомы, то обязательно прочитайте. У нас тоже очень многие книги из этой серии есть в библиотеке. Итак, «Сумка чудес», «Покорители крыш». Можно было бы подумать, конечно, что это какая-то сказочная история, да, вот персонаж с крыльями нарисован на крышах, да, но это не так. Даже если там есть какие-то немножечко фантастические моменты, на самом деле это обычная история про девочку, которая осталась в совсем маленьком возрасте одна, и её берёт на воспитание совершенно незнакомый человек. И как она с этим человеком живёт, как он её любит, как он её воспитывает, и как её хотят забрать от этого человека, потому что считают, что лучше её отправить в специальную школу-интернат для девочек, где они будут заботиться, где ей расскажут, как быть именно приятным человеком в обществе, как вести себя именно как девушке молодой и так далее. А она хочет, естественно, остаться с вот этим своим опекуном. И суть не в этом, а суть в том, что она верит в то, что её мать жива, и что если она хорошенько поищет, она её найдёт. И вся история как раз у нас рассказывает про то, как она вот идёт, отправилась она на поиски своей матери. Но почему я взяла эту книжку именно в эту тему? Потому что она здесь встречает мальчика, который живёт на крыше. Этот мальчик является как раз беспризорником, у него нет семьи, и он, естественно, не хочет жить в приюте, потому что сказал он, что один раз он там был и еле выбрался, что это отвратительно ужасное место, и лучше жить на крыше, питаться крысами, но при этом не жить в приюте. И вот эта девочка встречается с этим мальчиком и узнаёт совершенно о другой жизни, которая бывает у детей. И здесь мы выясняем, что оказывается далеко это не единственный мальчик, и что есть множество других детей, которые живут вот так вот на улицах, поэтому и покорители крыш. Ну, кто-то прыгает по крышам и живёт таким образом, кто-то живёт на деревьях, есть определённая группа детей, очень жестоких и злых, которые живут вблизи вокзала, и со всем этим таким грубым миром приходится сталкиваться девочке. На этом книжный обзор закончен. Я надеюсь, что вам что-нибудь из этих книг понравилось. Если вам что-то интересно, напишите об этом в комментариях, мы можем вам даже что-то из этого отложить. И пишите вообще, как вам эти книги, что-нибудь, может быть, из этого читали. И до новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...